Ну а сейчас третий четвертьфинал королевского турнира Муай Тай и боксировать в Таиланде, в Бангкоке. Это очень престижно. Это мечта любого боксера Муай Тай. Это все равно, что сыграть футбол на Уэмбли или на Маракане. И первым на ринг поднимается французский боксер Антуан Сайнбоксин. Формия такая боксерская. 19 лет парню. Рост метр восемьдесят три при весе 71 килограмм. И уже 70 побед, 28 поражений, 50 побед нокаутом. И Джордан Уатсон, представитель британской школы. Конечно, здесь классический бокс примешивается и Муай Тай. 23 года. Хорошая боевая молодежь на ринге. 72 кило. Рост метра семьдесят пять. Тридцать две победы. Три поражения. 18 нокаутов. Снимает Монконг у доктора Ватсона. И Антуан. Антуан и Ватсон. Антуан Сайнбоксинг. У него красная защита на голеностопе. И Джордан Уотсон коротко стрижен и ниже ростом. Трусы с черным поясом у Отсона. Очень задорно. Очень свежо боксирует. Молодые парни. А уже очень опытные. Высокотехничные. И поэтому очень интересно смотреть эти поединки. Потому что это завтрашний день мирового Муай Тай. Конечно, в ряду с турниром на приз короля Таиланда в одном ряду стоят такие турниры, как чемпионаты на стадионе «Вражнам нерн» и «Люмпини». Это тоже знаковые вехи. Это как для альпиниста. Эверест, Канчан Джанга, Анна Пурна. Одним словом, восьмитысячники. У каждого из нас свой восьмитысячник. И нужно их покорять, доказывать прежде всего самому себе, что ты способен на многое. Даже не запыхались, если вот так по-простому говорить. Ребята очень свежие, очень мощные, в хорошей форме, рабочей форме. Поэтому биться будут живо. И все ждут хороших поединков, все ждут интересного бокса. Всего восемь бойцов. Вот они встречаются в четырех полуфиналах, в четверть финалах, затем один. Еще этап нужно пройти. Финальные бои. И затем двое дадут до финала. В течение вечера финалисты проведут уже по три боя. Идет в клинч. Французский боксер. Ну, а Вотсон рвется вперед. Несмотря на то, что Антуан длиннорукий. Ну, вот этот натиск, этот порыв дает возможность Вотсону достигать поставленной цели. Пробивается сквозь заградительный огонь. И пока у него почти все получается. Антуан довольно артистично и театрально боксирует. Эмоции очень заметные. Вот к этому бы еще добавить хороший встречный удар и переход в контратаку. Ничего этого пока нет. Спокоен, уверен, ровно дышит. Но пропускает, а сам не попадает. Это все об Антуане с эндбоксингом. Вот он качает головой, понимая, что не все так, как хотелось бы, не все так ровно. Скоротечные раунды, двухминутные. Ну, такая формула боя, такая формула турнира. Много поединков. И готовится Антуан к выходу на заключительный третий раунд. Нет ответа. Безответно боксирует Антуан. Ну, вот локтами попробуем что-то из своего арсенала достать. Очень важно использовать то оружие, которым хорошо владеешь, и к месту применять его. Оркестр пытается завести бойцов, приободрить, взвинтить темп. Вот этот кларнетик. Завораживает. Экнетизирует. И в бой ведет. Петровские полки тоже шли в атаку в полтавском сражении. И били шведа. И, кстати, шотландцы с волынкой идут. Неплохо. Вот неплохо сейчас Антуан в третьем раунде сверкает. Ну, точнее, посверкивает. Но этого мало. Чуть не хватило ему инициативы и активности. По-моему, уступил француз британцу извечное противостояние. И я полагаю, что Джордан Уотсон вышел в полуфинал. Это было бы справедливо. Да, Джордан Уотсон. В полуфинале. И еще одна пара. Спасибо. 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 Спасибо.